Всем привет еще раз. Безумно рада вас видеть. Рада, что вам интересна тема или как минимум хочется понять, что вообще тут происходит в этом шатре. У нас сегодня с вами необычный воркшок-аптивность, оффлайн-симулятор конфликтов жизни продакта. Будем говорить о том, как выстроить экологичную и при этом очень эффективную, очень классную коммуникацию, чтобы всем было там супер кайфово и здорово. И первый конфликт у меня с кликером. Нам будет помогать Диана Котик. Это наш персонаж, за которого мы с вами будем играть, потому что у нас симулятор. Собственно говоря, это такая небольшая игра жизни продакта. И говорить мы будем с вами о том, почему конфликты возникают и что делать, если не подумать о том, почему они возникли. И что бывает, если от конфликта так сбежать, поигнорировать, пусть он лучше как-то без меня. И также обсудим, собственно говоря, что за способы есть того, чтобы все-таки раз уж увидел конфликт, раз уж решил не игнорировать, что с этим делать, как решать. Чуть-чуть коротко. Нормально делай, нормально будет. Телеграм-канал, подкаст. Это я. Soft Skills Labs, симулятор переговоров и конфликтов. Мой симулятор-платформа для создания образовательных симуляторов. Победитель в конкурсе самых длинных названий для любого из своих проектов. Это все я. И чуть-чуть короткий-короткий блиц-опрос. Что за конфликты вас волнуют? С кем? Может быть, что в них такого тяжелого вообще? Ну, почему-то же вы пришли? Что напрягает? Кричите, давайте. Когда у человека мотивации мало, и он не хочет перформить. Короче, не очень понятно, как общаться с человеком, когда у него мало мотивации, и ты понимаешь, что он не перформит так, как ты от него хочешь. Мало мотивации, не перформит так, как ты хочешь. Еще варианты? Фокус стейкхолдеров. Фокус стейкхолдеров. Супер. Руководитель и подчиненный, когда руководитель не может дать то, что просит подчиненный, по каким-то ограничениям финансовым еще каким-то. Не могу удовлетворить запрос подчиненных, возникает конфликт. Супер. Что-нибудь еще? Эскалирование конфликта. Эскалирование конфликта. Ага, класс. Когда до тебя дошло что-то, что внизу случилось, да, и ты пытаешься разобраться, или что? Но это когда сверху от тебя дошло, когда что-то случилось с ним. Ага, все, так. Когда граница обязанностей очень размыта, и, соответственно, ожидания от должности определенные есть, но после определенных действий выясняется, что есть другое видение у директора по разработке, у директора по департаменту и другие нормы. Соответственно, нужно эту неопределенную зону по соответственным обязанностям перевести во что-то другое. Неопределенность. Не ожидали чего-то, а как бы другой ожидал. Супер. Давай последнее и все. В какой момент нужно эскалировать конфликты? В какой момент эскалировать? Отлично, хорошо. Я сейчас все не запомню, я примерно собрала. Если я что-то, ну, не дойдем, мы подходите, потом, как бы, кажется, все это должно быть релевантно, но, возможно, там что-то еще стоит обсудить в кулуарах. Итак, наша история начинается, занавес поднимается. Жил бы продакт в стартапе, и была у него команда, которая уже выгорела, потому что, ну, вот такое время, там, ковид, дедлайны. И вообще тяжело, вообще очень тяжело этой компании, дедлайны все не кончаются. И вот приходит наш продакт, за которого мы все вместе с вами играем, на новое очередное там собрание с программистами, говорит, слушайте, ребят, вот дедлайн, опять сдвинулся, было бы круто штуку доделать прямо на этой неделе. И получает от программиста, к которому это все адресовано, примерно такой ответ. Вот всегда вы хотите быстрее, а потом за это отдываемся мы, когда вы, наконец, поймете, что только программисты знают, как бы, сколько делать задачу. И он это вот так нервно произносит. Что думаете, что бы вы ответили на вот эту вот фразу своего программиста, замените на любого подчиненного, если у вас не команда разработки. Прямо можно тянуть. Потому что бизнес сезонный, если сейчас это не сделать, то придется так вот. Окей, поняла. Давайте еще варианты. Может быть, поговорить с ним, что-то случилось. Что у тебя случилось? Прямо так бы сказала. Слав, что случилось? Я сейчас не говорю, плохой, хороший ответ. Сейчас узнаем. Давай пообщаемся, почему ты в таком настроении. Давай пообщаемся, почему ты в таком настроении. Супер. Хорошо, давай. Я бы сказала про то, что я даю вводный, про то, что какие сроки у меня есть. И хочу пойти на диалог, расскажи мне, сколько задачка это стоит. И, если возможно, сделать ее в те сроки, которые озвучены. Есть еще варианты? Да, Саша, может быть, тут важно понять эмоциональный или рациональный конфликт. Ну, типа, есть какой-то контекст, что это уже… Все. Заберите у него микрофон. Все, знаю ответ. Да, да, да. Мы сейчас вернемся. Все, супер, спасибо. Давай, твой вариант был. Да, мой вариант, мне кажется, изначальная коммуникация на читание неверна. Изначальная коммуникация неверна? Да, да, да. И надо с ней работать. Ну, ладно, если мы уже начали ее, конечно, я бы, наверное, уточнил, что давай с тобой встретимся, пообщаемся, разберем, можем ли мы прийти к какому-то результату, чтобы… Да, может быть, мы что-то можем поменять приоритеты, какие-то задачи убрать из твоего буклога, потому что это приоритетнее. Но она изначально, значит, а плохо, и руливать из нее сложно. Отлично. Смотрите, у меня были такие варианты того, что, на самом деле, обычно люди делают. Я услышала попробовать договориться, как бы, можно ли что-то по-другому, можно ли как-то там все-таки сделать. Объяснить, наверное, сюда же входит, что, типа, почему нам нужно это сделать, да? Был у кого-то, может быть, кто-то не поднял руку, вообще был вариант извиниться и сказать, типа, да, сорян. Я, на самом деле, сказал бы, почему, а классно, что ты можешь сделать, давай я подумал, как ты сможешь ценить быстрее. Так, давай подумай. Я подумал, чтобы ты придерживай и оценивай эти все-таки. Хорошо, кто думает, что имеет смысл при этом извиниться? Да. Я знаю, что он прав, что программист может ценить. Класс, спасибо, спасибо, ты у нас, Диана, котик. Сейчас можно нажать на эту кнопку. Извините и уточнить срок. Нет. Итак, мы говорим, извини, пожалуйста, скажи просто, когда будет готово. Слабый программист, вроде бы успокаиваясь, говорит, ну, давай договоримся, что ты так больше делать не будешь. Спускать сроки сверху нехорошо. Будет готово к концу следующей недели, я все сказал. На следующий день, кажется, для вас все прекрасно. На следующий день другой член команды не приходит на созвон, на который должен был прийти. Что-то не так. Спрашивайте у него, как дела, почему такое произошло. Он вам говорит, слушайте, да мы поговорили, я не нужна была на этом созвоне вообще. Тебе должны были все передать, и я лучше время на разработку потрачу. Что происходит дальше? Все чаще и чаще команда не соблюдает дедлайны. Вы с ними договорились, они говорят, знаешь, я лучше знаю. Мы вообще, мы важнее задачи, важнее программисты, важнее им виднее. Что происходит дальше? Все катится по наклонной, не соблюдается важный дедлайн, увольняют вас. Можно, пожалуйста, опять кнопочку? Мне кажется, тебе нужно там сидеть. А я буду микрофон, давай мне микрофон, я буду его отдавать. Вот, а ты будешь нажимать на кнопки. Кнопка — это сапер. Вот на это я время не закладывала, ну ладно. Yes. Итого, был вариант попробовать договориться. Давайте посмотрим, что происходит. Можно нажать на кнопку «Попробовать договориться». Итак, мы говорим, давай разберемся, как ты можешь сделать это быстрее, что тебе мешает. И Слава вам отвечает, вроде как успокаиваясь, но на самом деле нет. Нет, если ты знаешь, как сделать за меня мою работу, то давай ты ее лучше сделаешь. Дальше что происходит? Для команды это уже выглядит очень некрасиво. То есть один раз вы задали вопрос, они так понервничали чуть-чуть, ну что-то не то, но никто не понял, в чем дело. После вот этой вашей фразы, на самом деле вопрос очень правильный, я сейчас объясню, когда именно имеет смысл задавать. Сейчас команде уже кажется, что вы давите на программиста. Он бедный и так работает изо всех сил, а вы на него уже давите. И вы уже какой-то самый умный, изо программиста, как будто он сам не придумал, как правильно быстрее сделать, как будто он вообще об этом не думал. А вот как вы, условно говоря, смеете, а он так нервничает. Как вы думаете, что происходит дальше? Все чаще и чаще вы ображаете себя в роли агрессора. Ну то есть того самого чувака, который прям, вы кажется, задали логичный вопрос, все нормально. А для окружающих вы давите. И они вам об этом вот таким вот нервным образом сообщают. Задача так и не делается, у нас тот же самый результат. Можно обратно. Окей. Еще одна небольшая вводная. И это именно тот программист, из-за которого у вас сейчас очередной дедлайн прям подгорает. То есть он уже там парочку продолбал. Был ли вариант там… Давайте вспомним, были ли варианты, в которых в ситуациях реальных вы действительно напоминали, слушай, вообще-то из-за тебя все. Можно нажать на эту кнопку. Были? Нет. Все такие осознанные просто, когда рефлексии идут. Вообще такие классные. На всякий случай, что бы произошло? Ну вы видите, да? Если не устраивает, мне может вообще уволиться. Так. И вы видели эту ветку. Все катится по наклонной. Давайте обратно. Итак. Может быть сейчас у вас появились другие варианты? Что еще можно было сделать? Нет. Ты молчишь. Так. Можно предложить о том, что есть программы, которые изменили процессы, и есть понимание, как это можно исправить и обозначить срок нового введения. Окей. Так. Еще. Попробуйте. Когда ты его выслушаешь, попробуй держись в информации, если дальше ты его понимаешь. Да. Спасибо. Да. Я озвучу. Значит, первый вариант был рассказать, почему такие сроки. Ну, на самом деле, это вариант попробовать договориться. Или как минимум попробовать продавить, что типа сорян, чувак, надо. Здесь вариант про эмоции. Итак, давайте посмотрим на что-то другое. Я думаю, что вы все из класса общества знания помните, что такое социальная роль. Есть такая штука. Я руководитель, ты подчиненный, я спикер, вы сидящие зрители, да? А это формальная часть. Но есть еще неформальная. Это я неопытный спикер, очень нервничаю, и меня хочется либо поддержать, либо еще больше подковырнуть, чтобы веселее было. Или я вся такая классная, уверенная, и вы пришли, потому что вы знаете, что Саша делает офигенные воркшопы, и вот вы всегда к Саше ходите. Неважно, какая тема, Саша, вы к ней пришли. То же самое работает и в компании, собственно говоря. Руководитель может быть авторитетным котиком, все к нему приходят, он всегда всех понимает, и вообще классно драйвит, и команду защищает перед стейкхолдерами. А может быть таким неопытным, давящим, как мы только что увидели, агрессором, и разница очень-очень тонкая. И когда мы говорим про конфликты, на самом деле, то мы видим, как меняются социальные роли, вот именно та самая неформальная часть. А за ней, между прочим, тянется и формальная. То есть, условно говоря, неопытному руководителю с меньшей вероятностью что-то доверят, неопытному руководителю будет сложнее получить какой-то новый проект, новые ресурсы и так далее. И вот когда у нас была эта история, когда программист очень эмоционально говорил, да как ты вообще, да программисты ставят сроки, а ты их сволочь сверху спускаешь. Он, на самом деле, двигал вашу роль из роли Дианы Котик, менеджер, такая сладенькая, просто все вообще всех любит, в роль тирана-деспот, который сдвинул сроки и еще и вообще не позаботился ни о ком. И что же можно с этим сделать? Давайте, ну, на самом деле, это уже озвучили, да? В чем причина конфликта? Есть какие-то разночтения? Какие есть варианты? В чем причина этого конфликта? О, что оценка срока — это локус ответственности разработчика, а она назвала? Причина конфликта в том, что оценка срока — это чужая ответственность. Еще? Предполагаю, что конфликт возникнет, потому что это уже не первый раз происходит просто. Я предполагаю, что эта штука уже не раз была и… Ага, вы смотрите глубоко, это без уронии действительно хорошо. Еще варианты? Ну, там есть слово «всегда», есть очевидное раздражение. Я теперь буду передать. Слово «всегда», очевидное раздражение. Что у человека какая-то уже эмоция больше накопилась, он уже не способен. Да, спасибо. Причина этого конфликта — это эмоции. Что нам на самом деле говорит разработчик? Мне плохо, я устал, я расстроен, я боюсь, что я не справлюсь. Ну, как бы и дальше вот эта вот часть, что… Если мы не поймаем за хвост вот это сейчас, то дальше следующая часть будет, а ты еще и нагнетаешь. Если мы это сделаем раньше, то… Да, спасибо, теперь ты будешь давать микрофон, да? Супер. То, если мы это сделаем раньше, то все будет хорошо. Как на самом деле мы предлагаем это делать? Вот очень простой в использовании, на самом деле, действительно, несколько раз попробуйте, и оно будет работать, решение эмоционального конфликта. Вы видите раздражение, злость, гнев, обиду, возмущение, все что угодно. Вы пытаетесь понять, из какого состояния человек это говорит, и пробуйте это сформулировать со словом «тоже». Скорее всего, вы оба находитесь в этой одной лодке, у вас у обоих дедлайны, вы оба боитесь не справиться, нервничаете. И вы говорите, тоже расстроен, тоже зол, тоже обижен, тоже сорвались планы, и ты из-за этого фрустрируешься. И что тогда происходит? Вот нам Слава говорит такую фразу, и мы в ответ говорим, тоже устал от этих самых бесконечных дедлайнов, которые уже давным-давно. И Слава, как правило, отвечает «извини, да, мне нужен отпуск, я устал, правда». Почему вопрос «давай договоримся, чтобы сделать это быстрее» или почему вопрос «ну у нас такие планы, и мы ничего с этим сделать не можем, и на самом деле действительно проблемы что-то дайны бесконечные» нельзя обсуждать тогда, когда вы предложили. Потому что человек, когда находится внутри эмоций, с ним невозможно разговаривать рационально. Если вы с эмоцией не работаете, начинается вот эта штука «меня не слышат». И человек продолжает быть нерациональным, но начинает еще и манипулировать. Так рождается токсичность. Почему мы говорим «нам нужен эмпатичный руководитель?» Просто эмпатичные руководители, как правило, это делают без какой-то задней мысли. Им кажется, что это действительно то, что нужно сейчас сказать. Если у вас пока не совсем прокачано, пробуйте такой «о, эмоция, все, тоже обиделся, расстроился» и так далее. Даже если вы скажете «не совсем так», то, как правило, человек скажет «да блин, нет, меня там раздражает». Допустим, вы говорите «тоже боишься, что мы не успеем?» Он говорит «нет, меня раздражает». Но, тем не менее, он уже высказал накопившуюся эмоцию, сам на нее обратил внимание, и дальше вы можете с ним рассуждать об этом более рационально. Супер. Давайте дальше. На кнопку «далее». Есть какие-то вопросы по предыдущему кейсу? Пару секунд есть. Можно вернуть на слайд назад? Вот в такой формулировке я тоже расстроен от этого. Можно получить очень легко ответ. Может быть, ты решишь как-то эту проблему? То есть здесь, на мой взгляд, этот диалог не может быть закончен вот в таком ключе. Спасибо. Спасибо. Супер, супер. Смотрите, это очень важная вещь. Спасибо, что спросили. Здесь есть некоторая разница. Я чуть-чуть припаркую этот вопрос, совсем немного. Я не забываю, мы идем дальше. Но он валидный и очень правильный. Так, теперь нам нужно вернуться обратно. Я знала, что будет так сложно, но я все равно решила это делать, эту красивую презентацию. Давай еще вопрос, пока я листаю. А насколько еще уместно это при большом количестве людей? И вот так вот ты тоже, ну такая нежность проявляется к разработчику. Ну, нежность проявляется. Ну, такая прям, ну, забота больше нежность. Насколько это классный подход, когда, например, это происходит там в чате на 20 человек? Смотри, ты сказала, ты услышала про нежность, да? Это возможный вариант. Можно Славик, блин, ты тоже заебался. И это будет более подходящее, допустим, для, там, компаний, которые не очень привыкли к нежности, да? Но, тем не менее, ты обратишь внимание все равно на эмоциональную часть. Можно обращать внимание по-разному, настолько, насколько комфортно всей команде. Главное это сделать, а не уходить в рациональное. А если это чате, то там, и мы, и мы заебали. Да, когда ты говоришь, блин, ребята, всех бесит. Всех бесит, я так согласна с вами вообще. Да? А очень важно, чтобы он проговорил эту эмоцию? Ну, лучше всего, чтобы он что-то тебе ответил, чтобы ты провалидировал, что ты права. На самом деле, то, что ты говоришь эту эмоцию за него, это лучше, чем вообще ничего не происходит. Второй шаг, если он тоже сказал что-то в этом духе, стало еще круче, но не всегда так происходит. Двигаемся дальше. Последний. Еще раз. Я не слышу. Движущиеся картинки в чате. Гифки. Гифки? Смайлики, гифки. Помогают ли они выражать эту историю? Ага. Ну, в целом, да. Ну, смотри, мы не так давно начали общаться с компьютером, и я не уверена, ну, я знаю, что эта штука работает, когда ты обращаешься к эмоциям, разговаривая с человеком с помощью голоса, я не уверена, что это работает, допустим, когда он это читает. Наверное, работает, но менее эффективно, и достаточно для решения задачи, я не скажу. Там еще был вопрос. Сколько у нас по времени? Супер. Давайте последний вопрос, пойдем дальше. Да, у нас есть еще был вопрос, то, что если дальше... Даже если среагировать, ну, эмоции, да, что ты тоже устал, как это поможет в дальнейшем? Ведь, да, ты устал, но, скорее всего, руководитель дальше продавит, что все равно нужно сделать. А ты дальше продавишь, что все равно нужно сделать? Мне скорее интересно, что если руководитель дальше начинает продавливать, а все равно нужно сделать, мне кажется, разработчик тоже все равно чувствует проблему, что да, мы отметили это, но проблема существует. Я поняла, да, смотри, нет, это немножко другой вопрос, вот тот вопрос, который был в начале, давай договоримся, давай посмотрим, как ты можешь там, условно, как мы можем порезать задачу, чтобы не так напряженно, не работая ночами, но ты ее все-таки сделал срок, или там давай посмотрим, насколько ты ее сдвинешь. То есть смотри, после того, как вы обработали эмоцию, у вас пойдут переговоры, это тоже нормально, это не значит, что там сказал ты котик-зайка устал, ты все равно хреначишь там столько, сколько нужно, только я вот эмоцию снял. Нет, дальше идет переговоры, но они уже идут в рациональном слое, можно пользоваться аргументами того, что давай сейчас доделаем эту задачу и подумаем, как сделать весь процесс так, чтобы такого перегруза больше не случалось и так далее. Я сейчас обращаю ваше внимание на то, что вам нельзя, ну не то, что нельзя, но опасно будет, если вы именно вот эту эмоциональную часть не обработаете. Последний вопрос, точно последний. Саша, если, например, ты тоже понимаешь то, что у меня, тебя достали дедлайн, то почему ты на своей стороне не сделал, чтобы, не сделал что-то, например, к продукту, да, вопрос, чтобы предотвратить следующий дедлайн? Паркуем, паркуем. Вы не только выполнили, у вас все хорошо было, у вас не было таких сложных вещей, значит все такие, да, сорян, пойдем в отпуск, как только все сделаем. Вы перевыполнили тот план, который у вас был. И тут такая фишка, у вас новый руководитель, вы идете с ним знакомиться, все такие радостные, типа, ну я же перевыполнил план, мы классно начинаем общение с самого начала, да. Вам этот новый руководитель говорит, что-то какие-то маленькие планы перед вами стояли. Ваши варианты, как бы вы ответили в этой ситуации? Все задумались. Давайте порассуждаем. Большой план для человека, большой план для человечества. Ну, наверное, наверное, надо. Так, давайте, так, я услышала, ага. Я бы, наверное, ответил вопросом, какие планы для тебя, ну, какие планы ты считаешь большими и, да, то есть понять его точку зрения, что такое большой план. Супер. Посмотреть, что такое большой план по сравнению с вашим неамбициозным маленьким. Другой вариант. Я бы постарался по максимуму собрать информацию, на основе чего он делает такой вывод. Собрать информацию. То есть он мне дал фактуры, почему? Почему на тот момент, когда мы строили планы, он считает, что мы построили их не так. То есть, окей. Следующий сразу. Я бы предложил ему следующие планы просто вместе поставить. Поставить следующий план. Ну, вы сейчас будете ставить планы, все правильно. Ну, давайте и поставим следующий план, да? Ну, не, он просто как-то очень круто обесценил то, что мы сделали. Я заступлюсь за команду и скажу, что ребята… А скажи сразу прям что-нибудь. Окей, по твоему мнению это здорово. Давай вместе сейчас запланируемся, оценивая текущие ресурсы. Давай. Я бы сказал, что меня немножко это… Ну, как бы меня расстроило. То, что ты немного обесценил то, что мы делаем. Давай попробуем выстроить коммуникацию иначе. Ну, то есть я бы сказал про свои эмоции и, наверное, эмоции команды. Что мы гордились тем, что достигли, и это сообщение меня расстраивает. Супер. Так, есть еще вариант? Информации не хватает. Информации не хватает. Я бы очень кратко его в диалог ввел. Типа спросил, ну, типа не нравится, да? Ну, нет, я бы именно вопросительно пытался спросить. Попытаться передать, что я удивлен и я хочу узнать больше. Ага. Супер. Ну, я бы в первую очередь, наверное, начал общаться с этим человеком с точки зрения, ну, его мотивации. То есть маленькие планы – это уже вот пост-эффект. Потому что у него есть какие-то, явно он руководитель, есть какие-то цели, возможно, показатели. И маленькие планы, ну, мы не достигаем, например, их. И тут, возможно, вот маленькие планы – это уже вот этот пост-эффект. Нужны большие, чтобы достигнуть показателей вот этого руководителя. Окей. Есть еще вариант один? На самом деле очень не хватает контекста. С кем были поставлены предыдущие планы? Это новый руководитель, не с ним были поставлены предыдущие планы. Ну, вот почему ушел предыдущий руководитель? Не справился. Задача… Нет, смотри, там, короче, команда бежит вперед, и пришел новый руководитель. Не так важно, почему он пришел, новый смысл в том, что у него точно очень большие виды на вас, на ваш продукт, вообще на компанию в целом. Он подтвержденный специалист, и я это уже признаю. Я знаю, что у него есть авторитет, и он понимает в этом направлении. А в зависимости от этого твой ответ изменится? Скорее всего, да. Ага, хорошо, понятно. Последний, точно последний. Я бы просто уточнила, либо спросила, думаешь, либо почему, чтобы получить более развернутый ответ, и предложила встретиться лично и обсудить. Лично? Ага, окей, супер, вы лично, но в целом понятны. Какие у меня были варианты? Был у кого-то… А, кстати, знаете, был такой вариант, на самом деле, что, может быть, давай согласуем новые планы, да? Звучало, правильно? Давайте посмотрим эту кнопку. Плохая кнопка? Давайте посмотрим. Согласиться, взять на себя больше обязательств. Кто может прокомментировать, почему? Есть мысли? Давай. Ну, это еще больше. Ну, тут две вещи. Первое, ты же все, у тебя же есть команда, команда гордится тем, что у нас водные. И получается, ты не смог защитить команду, команда перестала тебе доверять, ты, ну, это потеря авторитета твоего в лице. И второе, ну, вполне возможно, что он просто вне контекста, и он не понимает ваши реальные ресурсы, и вкидывает, знаете, модную фразу, типа, давайте, бери больше, кидай дальше. А когда впарится, поймет, что вы реально круто все сделали. Вот так. Окей, супер. Вот этот вариант был абсолютно правильным. Перед вами, возможно, перфекционист, который ему все будет плохо, вы согласуете следующий план, они будут более амбициозными. Потом он скажет, ну, это все было просто, я тебя просто проверял, будет еще больше. И так до бесконечности. Можно обратно? Так. Был вариант у кого-то хотя бы в голове начать готовить увольнение? Своё, своё, своё. Такой, о-о-о, ну, я пойду отсюда. Не, ну, если вы можете подготовить его увольнение, то это тоже интересный план. Ну, основной смысл, даже переходить не будем, уволиться вы всегда успеете, если вас напрягает такая коммуникация. Ну, что интересно, я услышала, что многих не напрягает, что для многих это окей, что давай разберемся без проблем, давай поставим новые планы и разберемся, почему ты так считаешь. Окей, был вариант, что это эмоции у него, у него были, примерно, да? Давайте посмотрим, попробуем, допустим, раз это эмоции, мы что делаем? Объединяемся. Как бы ты это сделал? Я правильно понимаю, что, ну, я у тебя раздражение какое-то слышу, ты можешь больше рассказать, почему тебе наши планы кажутся незначительными? Окей, разобраться, вопрос почему. Да, конечно, слышишь у меня раздражение, мне очень странно, что у вас такие маленькие амбиции. Давай обратно. Ну, на самом деле, это про то же, то есть вы остаетесь с такой же штукой, что какие-то маленькие у вас амбиции. Почему на самом деле в этом кейсе, ну, я бы, можно было бы использовать ту же самую историю, тоже пугает, что мы, допустим, не выполним общей цели компании, да? Это никогда не вредит. Если вы сначала в любой ситуации, вообще абсолютно в любой, которая вас парит и кажется, что что-то происходит не то, попробуйте покопать причину эмоциональную и сделайте вот такую штуку, там, тоже боишься, тоже там пугаешься, там, типа, тоже напрягает. Ну, можно выбрать формулировку обычно такую, которая звучит согласно, соразмерно контексту, потому что все-таки мы эмоциональные люди и что-то такое подобрать можно. Никогда это не повредит, ничего страшного, никогда не будет. Максимум вы то же самое получите другими словами и, как бы, уровень агрессии, скажем так, останется таким же. Давайте посмотрим, что же другое можно было сделать. Резко ответить. А, хорошо, давайте обратно. Можем обратно? Да, вот здесь назад нажми. Резко ответить, чтобы было непросто. О, да, спасибо, это классный ответ. На самом деле, мне его давали, когда мы готовили доклад. Когда я проверяла на котиках, что, вообще-то, как бы, да, знаешь, те планы были, вообще-то, достаточно амбициозны. Не надо обесценивать то, что мы сделали с командой. И, как бы, я считаю, что я был прав абсолютно. Что-то я думала, что менеджеры стрессоустойчивые должны быть на этой должности. Ты что-то какой-то не очень, нервненький. Что происходит дальше в такой ситуации? Недостаточно стрессоустойчивому менеджеру, это такой, опять же, очередной ярлык, вам опять сместили социальную роль. Вы опять ее поменяли, и теперь вы… Что там произошло? Вы, вам опять поменяли социальную роль, и получается, что вы недостаточно стрессоустойчивый менеджер. Ну, слушай, давай еще раз нажмем на эту кнопку. Меня напрягает такая штука. Так. А, потому что здесь сапер. Я поняла, тебе хотелось поиграть с сапера. Вот. Ну, дело в том, что, на самом деле, это именно тот кейс, где вы повелись на некоторую манипуляцию, показали манипулятору, что вас можно дергать, и он будет с удовольствием продолжать это делать. И развития вовсе не видать, и вот теперь можно вернуться. Что касается высказывания своих эмоций в формате ННО. Я сразу как бы дисклеймер, я не специалист по ННО, но мы используем многие принципы оттуда, считаем их валидными, полезными и нужными. Сейчас расскажу, что это такое, другое. Это другое. У нас у всех есть границы. Границы, на самом деле, есть личные и социальные. Давайте говорить про то, что на самом деле только мы знаем свои границы, без слова, личные. ННО — это возможность показать, вдруг ты перешел мою границу, ты сделал то, что мне некомфортно, и сказать это, сделать это суперэкологично. Это очень снижает напряжение в коллективе. Например, в ситуации, вот сейчас возвращаемся обратно к первой ситуации, где мы говорили, что проблема в том, что продакт действительно спустил сроки сверху. В ответ на это он получил эмоциональный взрыв. Если бы программист владел ННО, он бы сказал, слушай, мне очень пугает, что у нас появилась тенденция, что ты спускаешь сроки сверху. Давай мы сделаем так, чтобы этого не происходило. Давай пересмотрим сроки, чтобы дедлайнов больше не было. Не было бы конфликта. Он бы показал вам, что происходит. Вы бы, скорее всего, это услышали, потому что вы как минимум стараетесь быть эмпатичным руководителем. И дальше все было бы неплохо. Это очень помогает, когда конфликта происходит в первый раз, особенно с точки зрения руководителя, есть более жесткий способ решать конфликт. Их все называют более жесткими. Мы посмотрим, там еще есть такой вариант. Но в первый раз это стрёмненько. Вообще, как бы стрёмненько новому руководителю что-то ответить. Согласны? Не согласны. Классно, все-таки сознательно собрались. Лучше что-то ответить, разгребать последствия, чем промолчать и уйти от этого конфликта. Итак, как мы делаем ННО? Опять же, очень кратко. Есть шикарная книжка. Розенберг. Язык жизни. Ненасильственное общение. Я очень советую её к прочтению. На самом деле, если вы в итоге из этого воркшопа унесёте только то, что нужно её прочитать и попробовать использовать, это уже будет успех. Потом придёте и скажете, надо ещё что-нибудь. Итак, мы делаем я-сообщение. Почему я-сообщение, а не ты-сообщение? Не надо никого обвинять. Ты заставил меня сейчас почувствовать некомфортно. Звучит гораздо хуже, чем мне сейчас. Почему-то стало неприятно, обидно. Это вообще со мной связано. Я тебе просто рассказываю. Дальше. Здесь я услышала, вы обесценили моё достижение. Обесценить – это оценка. ННО говорит, давайте безоценочные суждения, с которыми нельзя поспорить. Ты три раза нарушил мой дедлайн. Вы назвали мои планы неамбициозными. То есть вот прям чётко то, что было. Вы рассказываете. И, собственно, соединяем это. Мне обидно, что ты три раза нарушил дедлайны. Дальше, на самом деле, ваши эмоции возникают из какой-то потребности. Пытаемся докопать, почему вообще вас это парит. Почему вам это неприятно, напряжено, плохо, обидно. Ставите «мне важно доверять твоим словам». Например, «мне важно доверие в команде», «мне важно безопасность», «мне важно открытая, честная коммуникация» и так далее. И, чтобы уж совсем call to action, пожалуйста, давай делать так-то, так-то. Давай что-то там ещё, ну, какие-то конкретные вещи. Итак, давайте попробуем. У нас уже был примерный вариант. Я хочу, чтобы кто-то ещё попробовал. Какие-то маленькие планы перед вами стояли. Кто попробует сделать по формуле NNO? Так, есть один вариант. А, есть ещё. Давай. Вот туда. Ну, просто твой вариант мы уже слышали. Как бы он был. Давай. Антон, мне грустно, что ты считаешь наши планы незначительными. Я понимаю, что мне потом сложно будет коммуницировать это с командой, потому что ребята старались. И я бы хотел… Дальше я не знаю, что бы я хотел. Я не додумал. Пока не очень понятно. Потому что я в прошлый раз заходил с того, что я не очень понимаю, что он хочет дальше. Давай я так скажу. Я бы хотел от тебя получить больше информации. Так как ты мой будущий руководитель, я бы хотел лучше понимать, что для тебя клевые планы. Я понимаю, что с твоей точки зрения мы, возможно, на факапеле. Мы бы хотели как команда вырасти с твоей помощью. Я бы брала вот эту последнюю, понимая, что на факапеле и так далее. Получается, что ты извиняешься, а тебе не за что извиняться. Но в остальном классно. Я бы потребность точнее сделала. Мне важно, чтобы мою работу признала. Класс, спасибо. У меня тут был, кажется, какой-то свой вариант. Сейчас мы это уже поговорили. Да. Обидно, что мы потратили много сил. Вы же помните, мы почти выгорели на этой… Здрасте. У нас тут презентация. Ты стоп, сказала, мы выгорели. Мы выгорели, все-таки, все, разошлись, короче. Кальяны, вино, там, отдыхаем. Мне важно, чтобы нашу работу ценили. Да, вот это вот абсолютно точно и правильно. И, пожалуйста, здесь в чем фишка? У вас был план, вы его придерживались. И вы с кем-то его согласовали. И даже если этот человек был не тот, с которым вы разговариваете, ну, вашей вины в этом точно нет. Вы и так упоролись на самом деле. И самое главное предупредить тут следующую ситуацию, что сейчас мы согласуем новый план, а он опять окажется слишком неамбициозным. Я однажды так от руководителя получила, что ты должен был меня, должна была меня переубедить в том, что мы с тобой согласовали. Это не очень прикольно. Итак, давайте далее. Если есть какой-то вопрос сейчас, самое время его задать. По этому кейсу. Кнопка «Далее». Так, давай, вопрос по этому кейсу. Что делать, если человек, это как агрессию в какую-то свою сторону воспринимает? Это довольно смелое такое утверждение. И если, может быть, руководитель как бы не привык к такому, он может начинать в ответ. А что именно он тебе ответит? Можешь прикинуть, что это может быть за ответ? Ну, если это такой, типа, очень авторитарный, я не знаю, человек, который привык к власти, он начнет тебя просто, не знаю, давить или, не знаю, там, ставить тебя на место. Ну, мне сложно сказать конкретно, потому что я не все... Все, поняла. Супер. Я дополню. Там было про «можете не говорить нам, что вы обеспечиваете». Пожалуйста, не говорите. Да, можете не говорить нам. Мне кажется, агрессивный ответ может спровоцировать. Не указывай мне, что мне говорите, что нет. Класс. Смотрите, спасибо. Я совсем забыла сказать одну вещь. Это вот она прямо дно. Я сказала, что ННО — это один из способов решения конфликта. Суперклассный, экологичный и приятный. И ННОшники, вот те люди, которые этим занимаются, говорят, что это всегда работает. Мы немножко не согласны, потому что действительно бывают такие ситуации. Мы считаем, что это круто работает, когда конфликт случается первый раз. Потому что он может не знать, что тебе это некомфортно, неприятно. Он привык так работать, привык так говорить. Для него это вообще не является проблемой. Ты сказала, слушай, мне неприятно. Ну вот это вот все дальше. Там достаточно сложная конструкция, которую еще сформулировать надо. И он такой, блин, сорян, окей, я понял. Я больше так не буду. Я знаю такие кейсы. Это правда бывает. Это не магия. Это ННО. И так случается. Сейчас разберем, что делать дальше. Да? Гляди, там они по ННО говорят, что дальше надо разобраться, в чем его эмоция. И ты можешь, например, если он тебе отвечает, что не указывает мне, что говорить, ты можешь его спросить, типа, ты переживаешь, что ты пришел на новую позицию, новую компанию, и тебе нужно добиться. И короче, да. И начинаешь его вопросами, типа, вытаскивать из него эту эмоцию. Я поэтому сделала дисклеймер. Спасибо. Я очень правильно сделала, что сделала дисклеймер. Действительно, у ННО там много инструментов. Но в общем и целом, это действительно там целая наука, правда, имеет смысл. Но мы пойдем по другому пути. У вас все случилось классно. Вы смогли договориться. И согласовали адекватные планы, уходите. И тут к вам подходит коллега-продакт. А у коллеги история другая. Она тоже познакомилась с новым руководителем, но она туда уже шла с незакрытым планом, она его уже провалила. Так и сейчас ей, значит, сказали, что у вас амбициозные планы были, не амбициозные были, да вы еще и не выполнили. Ну ладно, дадим вам еще один шанс. Значит, вот теперь у них там что-то еще пожестче. И заканчивает это все, говорит, дай, пожалуйста, дизайнера на две недели, я иначе ничего не успею. У вас дизайнер в команде, у нее там, ну, видимо, не справляется. Вам дизайнер нужен для того, чтобы сделать свои достаточно адекватные, но все еще амбициозные планы. Не можете дать. Как ответите? Так, вижу здесь, здесь и здесь. Давайте три как минимум соберем. Нет, тебя есть. Хорошо, давай. Ну, пояснить, что ты согласовал свои планы с учетом тех ресурсов, которые у тебя есть сейчас с нынешним руководителем, но предложить, например, вместе пойти к нему и обсудить, как бы, ну, как-то расприоритизировать, типа, что важнее, там, какой план там важнее и как распределить ресурсы правильно. Ага, я вижу, как бы, либо согласиться хорошо дам, либо давай помогу, предложу какую-то помощь тебе. Нет, я бы сказал, что у тебя сейчас уже согласовый класс не имеется, что у тебя есть. Да. Но ты готов пойти пообщаться вместе с нему и руководителем, чтобы обсудить? Пообщаться к руководителю? Нет, да. Хорошо, а пойти к тому самому руководителю амбициозному, который сказал, что-то вы все тут ленивые, и сказать, слушай, я с тобой согласовал план, я хочу себе сделать сложнее, но чтобы ему было легче, да? Окей, новый вариант. Давай. Ну, тут, кажется, простых решений нету. Я старалась, спасибо. Я бы следующий. Ну, во-первых, я не дал бы дизайнера, потому что мы не можем факапить, но надо это нормально и экологично объяснить, поэтому, ну, чтобы объяснить, почему я не даю дизайнера, я бы объяснил, что там так и так вот у меня там распитый, иначе у меня прям стопудово не получится выполнить свой план. Сорян, не могу, извини, пожалуйста, сори. Ну, не сори, а прям фактами. Ну, то есть сказать, что так и так вот у меня дизайнер там забит на три недели вперед, и если я сейчас его отдам, то вся остальная команда, то есть дизайнер – пулочное горлышко, условно. То есть объяснить, почему, а не просто типа сори, не хочу. И второе, действительно попробовать ему помочь, в формате, что, ну, смотри, действительно важно, может быть, как-то попробуем согласовать на аутсорсе, кого-то найти там и пройти. Ну, то есть помочь хотя бы консультативно, как-то решить, что это может быть твой друг вообще. Спасибо, так, и еще. Да-да-да, всех, кого видите. Ну, сейчас, следующий. Ну, у меня вообще-то ощущение, что это просто, я бы сказал сразу же нет, и объяснил, что мне дизайнер нужен для моих задач. Почему важно сказать именно нет, и не объяснять, ну, на мой взгляд, что у меня там есть сроки, горят, еще что-то, потому что ты открываешь дорожку на то, чтобы продолжить, слушай, ну, давай тогда… Ну, короче, ты даешь место для дискуссии, поэтому важно вначале сказать нет, а потом предлагаешь тебе послушать, то, что я могу сделать, у меня дизайнер может, например, понять, что ты можешь реально сделать, ты можешь, например, дизайнера выделить там на какую-то сессию с их дизайнером на час и сказать, чувак, как бы, вот, давай они вместе пообсудят, подумают, типа, где вообще может быть, может, они придумают, где ресурс найти, может, еще что-то. У меня есть время моего дизайнера там, типа, час там… Помочь. Да, помочь найти какую-то конкретную штуку. Класс, спасибо. Двое сзади. Окей, окей, а вот молодой человек сидит. А, похоже, хорошо. Ладно, в общем и целом это все складывается в такие штуки. Отказать, вам тоже нужен дизайнер, предложить какую-то другую помощь, да, дизайнера не могу, но там и так далее. Интересно, что никто не вспомнил про эмоции. А что, по сути, говорит эта коллега? Да, и раздосадован, кто боится. Боится, раздосадован. Оба варианта норм. Как бы вы начинаете диалог об эмоциях. Хороший кейс. Я бы на самом деле есть вариант, что можно унести с этого воркшопа. Берете одно упражнение, тоже, и так далее, и просто фигачите каждую ситуацию, на всякий случай, типа, пытаетесь угадать эмоции. Тоже рад? Класса я тоже. Тоже расстроен? Блин, ну мне тоже плохо. И так далее. Аня? Мне почему-то кажется, что здесь есть зависть. Но задать вопрос «тоже завидуешь» будет максимально странно. О, спасибо. Зависть — это очень сложное чувство. На самом деле оно складывается из базовых чувств. Можно вытащить оттуда что-нибудь. Ну, зависть в том числе — это обидно, что никак у тебя. Обидно, что не смог план. Обидно, что на тебя навесили что-то. Расстроен. Ну, я бы тоже склонялась в сторону расстроен, что, типа, тоже расстроен. Да, здесь вот единственное, что тоже сложно. Я бы тоже был расстроен на твоем месте, давайте так. Если бы не смог, и так далее. Окей, что посмотрим? Что хотите? Отказать. Отказать последнее будет. Это самое интересное. Но. Но. А я вспомнила, что я в этот момент перестала делать слайды. Это примерно 54-й. Давайте я вам на словах расскажу. Опять-таки, не сильно ухудшит ситуацию. В принципе, это действительно очень экологичный способ. Попробуйте кто-нибудь. У меня есть. ПННО. Здесь просто сложновато, мне кажется. Давайте, у нас есть специалист ПННО, и там еще сидит. Да, я впервые о ней слышу. Давайте сейчас прямо по этому. Интуитивный специалист ПННО, это же круче. То есть я сообщение, там надо начать с него, правильно я понимаю? Подсказка в Гугле, да? Супер. Ну, не в Гугле, она слышит. Короче, я бы сказал так. Слушай, я тебя понимаю, наверное, так, как я сообщение. Смотри, я сообщение, там первая часть, это именно эмоция. А. И понимание, это не эмоция. Как сказать эмоция? Блин, я, ну. Сложно. Сложно. Есть вариант? Да. У нас тоже есть ПННО. Когда ты прощаешь у меня дизайнера, я боюсь, что я не сделаю свою работу, а у меня есть потребность, типа, достигнуть целей, поэтому можем мы, пожалуйста, подумать еще о каких-нибудь вариантах. А вот меня одну смущает, что в формулировке коллеги продакта заложен вообще главный факап этого самого продакта. И как бы так экологично ему намекнуть, что? А. Экологично. Не смогла в прошлый раз? Это твой косяк. Навесили более амбициозный? Это тоже твой косяк. Экологично обвинить человека. Спасибо. Я заберу это в цитатник. Давайте экологично обвиним человека. Не обвинить, а намекнуть, что это твой косяк. Ну, серьезно. Чтобы такие вещи не повторялись. Нет. Зачем ты говоришь ему это? Зачем ты обижаешь таких людей? Ну, хорошо. Даже если чтобы такие вещи не повторялись. А это действительно работает? Ты человеку говоришь, вот ты сам виноват в том, что чашку разбил. Нет, подожди. Ну, может, он не понимает. То есть у него кто-то виноват. Ему навесили. Обвинить, чтобы объяснить. Ему... Да. Что значит навесили? На предыдущем слайде было, что вот, собственно, Диана Котик согласовала план. То есть там был какой-то диалог, а здесь как будто нет диалога. И Алиса Белкина пришла, такая зафакапила прошлый план, а ей еще и сверху более амбициозно навесили. Тут вопросы и к руководителю тоже есть. То есть я понимаю, что так нельзя коммуницировать, но тут явно стоит как-то намекнуть, что, наверное, навешивание планов, когда ты не справился с предыдущим, ну, тут стоит задуматься. Окей, смотри, это разговор, который можно провести, но на самом деле я бы обратила, скажем так, всегда в любой ситуации есть много граней, мы это видели, да, вопрос в том, когда ты про эти грани будешь говорить. Когда-нибудь в комфортном, ресурсном для тебя и не ее состоянии подойти к ней и сказать, слушай, я тут подумала, если хочешь, я могу тебе там как-то помочь вот с этой ситуацией, если ты готова принять свою помощь. В принципе, окей, прямо здесь я бы точно не стала это делать, потому что у человека горящая ситуация, он скажет тебе, да, 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 спасибо большое, только давай мы мою проблему решим. Давай. Я думаю, что надо начать с того, что, как мы уже обсуждали, отзеркалишь эмоции ее и сказать, блин, да, дело дрянь, у меня была похожая ситуация, я примерно представляю, с чем ты сейчас столкнулась. И тем самым мы встаем на ее сторону, даже если она говорит, блин, ты такой молодец, конечно, тебе повезло, но в любом случае мы здесь встаем на ее сторону и говорим, я тебя понимаю, я знаю, что у тебя происходит. И далее я согласна с остальными ребятами, что сказать, я не могу тебе дать своего дизайнера, он мне нужен самой, у меня свои планы, я не хочу снова оказаться в такой же ситуации, ну, или в ситуации, как ты. Поэтому и дальше предложить помощь. Что мы можем сделать сейчас? То есть понять ее ситуацию, принять ее ситуацию, отказать и предложить помощь. Здесь я могу тебе дать дизайнера на час, давай посмотрим твои задачи, раскидаем, как мы можем между дизайнерами распределить, либо я тебе могу порекомендовать кого-то, ну, помощь в найме, например. Как-то вот так выстроить. Супер, спасибо большое за ваши ответы, давайте их… Давай вопрос. У меня одна, кажется, что это просто перекладывание ответственности. То есть Алиса пытается приложить ответственность на… Смотрите, пока еще нет. Вы искали подвох? Пока еще его здесь нет. Опять же, заход про эмоции правильный. Мне очень понравился вариант, он был классный, я бы с удовольствием попробовала такое использовать. А хотя с другой стороны, пока ваши границы не особо нарушают. Вдруг вы можете дать дизайнера, помочь, типа… Просто просьба о помощи. Просто просьба о помощи, здесь вообще нет подвоха. Но классно, что вы стали задумываться, предлагаю попробовать это войти. Но интересное происходит потом, после вот этой самой помощи, когда вы… Так, я уже не помню, что там есть, что нет, давайте согласимся, попробуем. Не помню, какие кнопки работают, какие нет. Согласиться. Согласиться. Да, как бы не успею. А, сорян, сорян, сорян. Здесь на самом деле согласиться, здесь неправильная какая-то нумерация. Короче, если вы предложите помощь, коллега повторит свою просьбу, просто скажет «не успею», «не смогу», «это как его, хатхантер» или «найм» «не успею», «фриланс» «не успею», «что-то еще там» «не успею». Давайте обратно, это предложить помощь найме. Эмоции, объединение и «но» не мешает никак. Но опять-таки вы получите примерно то же самое, вы опять получите просьбу. А давайте посмотрим отказать. Да, супер, супер, супер. Давайте только перед этим обратно вернемся чуть-чуть. А как мы вернемся обратно? Да, ужасно расстроено. А, это, кстати, то, что произойдет, когда у вас будут эмоции. Тоже нет ничего плохого. Просто, просто. В этот момент вы понимаете, что просьба, она чем отличается от какой-то другой коммуникации? Вы можете отказать, ничего не произойдет. Просьба, она такая, типа, я попробую, не получится, значит, не получится. Здесь вот это уже является тоже нарушением границы, и понятно, что вот здесь человек начинает манипулировать. Да, я так расстроен, что вот единственное, что меня успокоит, это если ты мне дизайнера дашь. Вот тогда вот это вот будет проблемой. Не успеет в найм. И сейчас, если согласиться, что произойдет, если согласиться? Вы станете ответственным за то, что он успел или не успел. Вы станете ответственным за то, что он согласовал или не согласовал свои планы. Нужна ли вам эта ответственность? При том, это не в смысле, что в его успехе тоже будут вашими успехами, а в смысле, что вас будут винить в провалах. Это та самая изменение социальной роли. Опять же, мы берем ситуацию, в которой вы не можете дать дизайнера И там вот это разбираете Давайте в отказ теперь пойдем, наконец Я думаю, ты командный игрок Почему здесь такие же варианты? Согласиться Ну, кстати, хорошо, ладно Давайте вы этого не видели Сорян, давайте вы этого не видели А я думал, ты командный игрок Кто хочет ответить на это? Согласиться, да? Согласиться ответить, да Согласиться ответить Я думал, ты командный игрок Ну, я могу сказать Я действительно не могу сейчас помочь Я считаю себя командным игроком Но в данной ситуации все-таки мои планы для меня важнее И если я могу какую-то другую помощь оказать То я готов помочь Но с точки зрения дизайнера я, правда, не могу выделить его Ну, то есть, вот как-то Такая история Это значит, что все-таки Ну, команда командой Но у меня есть свои задачи Так Там еще варианты? Да, команда своя есть Так Потому так и делаю, что я командный игрок Я же иначе свою команду подставлю Так Но со мной не командный Ты не моя команда Отличный вариант Давайте там справа и сзади есть Ну, в том варианте, в котором я говорил Когда я сначала отказал, а потом предложил помощь Я сказал, слушай, с удовольствием Да, я тебе, вот, у меня есть возможность тебе помочь Там часом, неважно, там, наймом, еще чем-то Вот Это я могу тебе сделать Вот моя помощь Мне кажется, понятный ответ будет Я вижу, что тебя расстроил мой отказ Так А это не тот самый случай Когда мы ведем переговоры с террористами И разговор рискует зайти в тупик Потому что в любом случае ты останешься виноватым И тут как бы сказать нет, пока И все Я думаю, нет Я думаю, что мы ведем этот разговор с человеком Который, правда, беспокоится за то, не уколит ли ему Ну, то есть он... А что бы тогда ты сделал? Ну, пытался помочь настолько, насколько возможно Но реально тут точно эмоции нужны Так если он беспокоится Что ты должен сделать сначала? Да, это его самая ответственность Это его эмоции Ты ему предложил максимально Помочь, которую смог Ты говоришь, что я тебе помогу снайпом Я тебе дам начать сайнер Все, я тебе больше ничего не могу сделать Я думаю, что... У меня нет ответа Но мне кажется, что мы что-то не то делаем Тут явно... А можно у меня даже некоторые вопросы Нам здесь нельзя ли обозначить, что... Алиса, слушай, я сейчас чувствую, что ты пытаешься нарушить мои границы Мы с тобой... Насколько вообще возможно конкретно обозначить, что сейчас происходит манипуляция Мне это некомфортно, мне это неприятно И потом уже продолжить обсуждение, как решить эту проблему Смотри, ну опять же, если действовать по истории ННО Сейчас происходит манипуляция, это оценка Нет, нет, я чувствую, что ты сейчас пытаешься со мной манипулировать Ты сейчас пытаешься мной манипулировать, ты сообщение Нет, я чувствую, что... Я чувствую, что... Ну, тебе кажется А, то есть теперь это правильно, что у него есть ожидания Он имеет право иметь ожидания, да? В агрессию идти То есть у меня проблема, а ты сейчас саркастически над ней подшучиваешь Над моей проблемой, Алисей Белкиной Террорист, да Ну, классно, террорист это равно манипулятор, да? А близкий человек имеет право манипулировать? Нет, наоборот Не близкий имеет право манипулировать? Я говорю, она имеет право Если она близкий, одна ситуация Если не близкий, другая Там в какой-то она имеет право манипулировать В какой-то нет, да? Да? Давай подумай еще, давай, да. Давай я на новое попробую. Давай. Алиса, мне грустно. Просто грустно. Алиса, мне грустно. Мне тоже, а чтобы мне стало весело, дай мне моего дизайнера своего. Мне грустно слышать то, что я тебя расстроила, потому что мне важно быть командным врагом. Обычно я стараюсь поддерживать команду, и мне бы хотелось понять, как я могу помочь тебе в этой ситуации. Сейчас я тебе все расскажу. Ты очень сложно формулируешь. Смотри, чтобы быть командным игроком, тебе нужно дать мне дизайнера. Ты хочешь что-то переиграть? Уже после этого сложно. Подумай, давай послушаем еще. А мне кажется, не нужно отвечать на эту манипуляцию. Ты просто говоришь, да, я командный игрок и стараюсь помогать членам своей команды, но в данном случае я не могу. И снова объясните свой отказ. Все. Терроризм или манипуляция – это такая неприятная штука, когда человек формулирует эту просьбу и формулирует это тем, что ему плохо, и просит, чтобы ты помог и так далее. На самом деле все это делается ради того, чтобы вы как будто бы сами согласились и решили сделать так, как манипулятору удобно. А манипуляция работает только до тех пор, когда ее незаметно. И это самое важное. То есть вот здесь мы с вами ходили, крутили вокруг да около, есть да нет, а что делать, а как. Манипуляцию надо показывать человеку, и причем показывать не тем, что смотри, это манипуляция, он тогда будет спорить с вами. А есть очень конкретная формула. Вы же понимаете, что он хочет сейчас уже, после второго раза вы поняли, он хочет, значит, чтобы вы дали дизайнера. А самое главное что? Так как это манипуляция, он хочет, чтобы вы сами согласились, как бы потом, чтобы нельзя было, что ты меня вынудил, да, вы сами согласились дать этого дизайнера. И ты хочешь, чтобы я что-то испытывал, чтобы в итоге добиться цели. Сорян, придется прокликать, хотела, чтобы мы поформулировали, но давайте покороче. Итак, значит, она говорит, я думал, ты командный игрок. Ты хочешь, чтобы мне стало стыдно, эта эмоция, которую вы испытываете, когда вы чувствуете стыд, вину, страх и чувство безотказности. Возможно, вами манипулируют. Ты хочешь, чтобы мне стало стыдно, страшно, ты хочешь, чтобы я почувствовала себя доматом. И что я здесь сделал? Я думал, ты командный игрок. Вам хочется быть командным игроком. Все пытались вокруг этого прессать. Да, я командный игрок, но нет, я не командный игрок. Но все обратили на это внимание, потому что бьет, мы все хотим быть такими командными игроками. Есть такая ценность, корпоративная, компанейская, вообще там общая. Ты хочешь, чтобы я не соответствовала этой ценности. И хочешь, чтобы мне стало стыдно, что я не соответствую. И я больше тебе не отказываю. Я дала тебе этого дизайнера. Вот в такой ситуации, что обычно происходит? Человек начинает резко сливаться. Можно сказать, нет, я не хочу, чтобы тебе было стыдно. Я просто прошу, чтобы ты отстыдно. Просто я прошу, чтобы отстыдно. Я не думаю, чтобы тебе стало стыдно. Но это напоминает купи слона. Купи слона? Ну. Смотрите, а теперь давайте вспомним, что такой конфликт. Конфликт — это изменение ваших социальных ролей. То есть, если у вас этот диалог прошел, и она все еще просит дизайнера, как бы это уже не вы, не командный игрок, который там не согласился, такая сволочь, а реально к вам пришлали скупить слона. И это понятно ему и ей. И тогда все окей. То есть она говорит, я просто хочу, чтобы ты дал мне дизайнера. Я не могу. Уже не нужно объяснять, почему, потому что у меня планы, и так далее, и так далее. Он уже не может тебе сказать, что там ты сволочь, и так далее, потому что ты уже видишь манипуляцию. То есть свою проблему ты решил. Я не могу. Все. Можно? Комментарий небольшой. Почему? Сори, почему просто нельзя сказать, то, что вот я оценила эту задачу с дизайнера, он сказал, что она займет столько-то времени, это все его рабочее время, поэтому как бы извини, нет. Но то есть при чем здесь командный игрок, при чем здесь еще что-то, если мы оценили задачу, как бы это все занимает его, все рабочее время. Если, допустим, речь идет о каких-то переработках, тогда можно это эскалировать до руководителя, что там дизайнер поработает побольше, в том числе возьмет ее задачи. Мы подошли-то к тебе. Подошли-то к тебе. Тебя пытаются поставить в ситуацию, в которой это твоя проблема, что ты не можешь дать ей дизайнера. Почему я не могу обосновать это просто фактом? То, что мы оценили задачу, это занимает, не знаю, вот столько-то у него часов, больше рабочих часов у него нет. То есть тебе окей оправдываться? Ну, наверное, если это называть оправданием, то, наверное, да. Это просто, ну, как бы обосновать фактами, скорее так. То есть не говорить то, что да, как бы извини, пожалуйста, просто сказать то, что вот задача оценена, столько-то времени она занимает все. Как ты думаешь, это повлияет на ваши отношения? Зависит, ну, как бы, зависит от человека, но в целом я так делала чаще всего окей. Ну, как правило, такие люди потом говорят, вот в следующий раз, когда ты ко мне придешь, я отвечу тебе то же самое. С придыханием так. Вот. Ну, они, наверное, не говорят, они просто потом не отвечают. Это про то, что нельзя говорить нет просто. Ну, то есть ты, вам потом с этим человеком дальше работать. Возможно, ты к ним засыпаешь. Нормально объяснить. Ну, с доброжелательной позиции, с позиции помочь. Ну, вот помочь теми ресурсами, которые есть, а не послать человека. Ребята, я прошу прощения, не очень рассчитал тайминг, поэтому мы пролистаем с вами последний кейс, к сожалению. Сорян, 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 сорян. Но переговоры проходят успешно с этим дизайнером, вы решаете эту проблему, и вас повышают до CPO, после того, как вы закрыли новый, хороший, недостаточно, не супер-мега-офигенный, но четкий, нормальный, адекватный план. Вы справились, я вас поздравляю. Спасибо вам огромное, что вы участвовали. А вашу коллегу уволили. Ваш коллега перестал манипулировать, потому что вы стали такими офигенными, и эмоциональным объединением его сокитали, и ны-но, и остальными историями, и он перестал к вам подходить с такими проблемами, и только с хорошим проходить. Итак, последняя часть, которую я хочу сказать. Со мной можно дружить в Фейсбуке, в Телеграме. У меня есть Телеграм-канал, тот самый, который супер, тоже длинное название. И эти похожие истории мы преподаем онлайн в симуляторе переговоров и конфликтов, и здесь есть промокод на него. Также мы онлайн и офлайн делаем занятия в школе переговоров и конфликтов. Они есть в Москве, в Питере, и опять-таки онлайн. Для этого нужно написать мне, потому что клуб всегда был закрыт по приглашениям. У нас тупо нет странички, где вы можете про него подробнее прочитать. Это все. Спасибо большое. Спасибо. Я еще тут, если остались какие-то вопросы. Субтитры подогнал Симон. Спасибо. Спасибо.